здравствуйте это укрлайф мы продолжаем наши прямые эфиры гость нашей студии правозащитник дмитрий наталуха он представляет известную правозащитную организацию право на захист дмитрий здравствуйте спасибо что сегодня выбрались к нам что пригласили я знаю что вы занимаетесь внутри перемещенными особами но как-то мне это не нравится давайте мы найдем какое-то человеческое для них название переселенцы да ну давайте начнем наверно с того что появилась информация недавно что на самом деле раньше говорили что переселенцев где-то в районе миллиона чуть больше а сейчас появилась информация что практически 2 миллиона переселенцев вот действительно ли это такая цифра уже людей переехала вот из этой зоны и что что делать то это вызов для украины это огромный вызов и очень хорошо употребили слово вызов потому что большинстве своем там политики любят употреблять слова проблема мне кажется что это далеко не проблема это как раз вот вызов который может сыграть позитивную роль но это позже к цифрам если перейти то на сегодняшний день только по официальной статистике тысячу до тысячи до миллиона трехсот тысяч человек зарегистрировано то есть на секундочку что мы понимали это три процента населения это сопоставимо с населением одной из балтийских стран по неофициальным данным там уже переводила за полтора миллиона да и ну прогнозы не самые скажем так радужные к сожалению до конца года все зависит конечно динамики боевых действий но в целом общем люди продолжают покидать свои места переселяться и численность продолжает расти к сожалению динамика переселения замедлилась или нет вот за последнее время безусловно замедлилось это обусловлено тем что были так называемые минские соглашения да был как это перемирие но ввиду вот последних там атаки на мариинку да и возобновление каких-то боевых действий с приходом тепла с расцветом зеленки так называемой все чаще и чаще начинает появляться тенденция что внутренние перемещенные лица начинают снова активизироваться то есть люди которые продолжают выселяться продолжает перемещаться и это идет в разрез с предыдущей тенденции когда граждане украины возвращались на временно неподконтрольной территории да то есть мы зафиксировали порядка там уже двадцати тысяч человек таких которые вернулись из общего количества только 20 тысяч да да это и это вот доказательства скажем так и камень в огорода российской пропаганде который говорит что никто никуда не выезжает или если выезжают обязательно возвращаются чуть ли не такие же количество по сравнению с миллионом трехстами тысячами да это ничтожно мало в мире а вот сколько в россии уехала есть у вас какая-то статистику россии уехала не более двух тысяч человек и до всей вот этой суммы людей которые уехали нужно нужно понимать что в основном это приграничная да вот зона которая с россией то чтобы не пересекать все время на неподконтрольную территорию выезжать на на территорию украины само собой что человек сделать вполне очевидный выбор он пересечет другую границу да там где пока мирно пока не стреляют и пока есть где спрятаться или переждать я не говорю что это там те люди которые хотели бы вернуться украине безусловно мы говорим этих людях которые идея на тоже там хотели бы переместиться и в россию и не там ждали этого но на самом деле цифры довольно ничтожные по сравнению с общим количеством населения которое переместилось на территории украины скажите пожалуйста вот на самом деле я как историк по образованию в прошлом не могу вспомнить когда еще такая огромное количество такой переселенцы было хоть в одной из даже успешных европейских стран то есть это вот я снова акцентирую что это действительно вызов для украины и в этом смысле даже думаю что и западный мир тоже мог бы помочь учитывая ситуацию вот вот давайте начнем на нас того что сейчас украина делает что она может сделать и как вообще чувствуют себя эти люди здесь вот но и потом немаловажный вопрос мы еще поговорим о том что запад может сделать и насколько запад сегодня боится нелегальных мигрантов вот в результате всех этих событий в европе наверное вы действительно правы такого не было были конечно скажем так военные конфликты да там на балканах но вот что-то наиболее похожее наша ситуация то наверно была колумбия там был очень крупный кризис но это те кто приезжают вот представители иностранных организаций международного красного креста да там у вкб он который приезжает в украину заниматься конкретно этим вопросом они говорят что это очень сложная проблематика это действительно один из таких уникальных случаев потому что у вас до сих пор не завершен конфликт у вас вот линия разграничения да она не статична на динамичная и ты не можешь до конца стратегически спланировать оказание помощи отстройку территории на возвращение реинтеграции то есть вот эти вот все процессы которые обычно сразу начинаются помпу по по мере окончания конфликта то что мы ожидали что начнется по мере того как будет подписано там минские соглашения и наступит более-менее затишье мы видим что с вот этими обстрелами новыми с новыми атаками штурмами до снова возобновляется вот эта динамика линии куда достреливает куда не достреливает и снова начинается скажем так сумбур в головах у международников как делать что делать куда ехать кому помогать поэтому украина в этом смысле действительно нельзя сказать что уникальным особенно особенно так точно с другой стороны сейчас активизируются конфликты с государством игил до активизируется ситуация в афганистане и конечно внимание то которое определялось самого начала этой проблемы международных организаций вообще общество но и начинает немножко скажем так рассредотачиваться и это вопрос только внимание или еще и финансы и финансы безусловно и финансы нельзя будет сказать неправильно будет сказать что украине не помогают финансовые доноры да те же но сейчас скажем так из-за того что мы не достаточно открытой и под мы я имею ввиду власти и и правительство в том числе недостаточно идем на встречу международным гуманитарным организациям в оказании помощи и донорской помощью в частности и финансовой они начинают как бы сокращать конечно бюджеты и перераспределять на те регионы мировые которые требуют таких денег украина является довольно парадоксальным государством еще в том аспекте что мы наверное не единственным точно из немногих который занижает умышленно количество нас время перемещенных лиц всяком случае такая тенденция была до недавнего времени и вот представители международных миссий они были в шоке когда я приезжали там выходили на официальный брифинг с представительствами с представителями разных министерств профильных там ведомств или просто правительство им говорили да нет у нас все в порядке в принципе их не так много то есть там на то время их там было 800 тысяч да им говорю не больше 500 и они хватались за голову и говорили почему почему мы же знаем у нас есть свои мониторы у нас есть свои данные а вот было желание показать что все под контролем мы контролируем эту проблему это вообще не является проблемой это вот что то что само собой рассосется но не рассосалась почему потому что как мне кажется честно говоря это вопрос исключительно как бы политического престижа мы держим все под контролем нам помощь не нужна и вот вот здесь вот довольно странная ситуация была и еще более странно на становится если посмотреть на нее с финансовой точки зрения потому что закон про обеспечение права свободы внутренних перемещенных лиц который был принят в конце прошлого года да он подразумевает освобождение от налогообложения финансовой международной гуманитарной помощи и европейцы готовы дать эту помощь да эта помощь грубо говоря там виртуально она на границе вот стоит но она не заходит просто потому что у нас здесь есть 17 процентов да и как бы не бились лбом международные и локальные гражданские организации не стучались и говорили ребята ну вы говорите что у вас нет в бюджете денег да вы говорите что мне откуда их брать не откуда выделять ну вот же они да просто пойдите на встречу уберите этот барьер давайте заводить но вопрос начинает становиться невероятно политизированным да а очень простая политика кто кто сможет выйти и сказать я привел деньги кто сможет грубо говоря право первой ночи с этим гуманитарным грузом европейского союза абсолютно кто может сказать что кто кто грубо говоря извиняюсь за формалистику сядет на поток да то есть и столько желающих очень много желающих невероятных мы то есть начиная там от бывшего министерства чрезвычайной ситуации которая говорила что все вот направьте на нас мы дальше будем перераспределять заканчивая там было отдельное постановление все на областные советы и на райсоветы и на райсоветы то есть вот вот да категория контроля категория пиара и вот эти вот две категория не мешают грубо говоря зайти вот этим финансовым средствам которые могли бы стать вот этим воздухом глотком воздуха который сейчас не хватает а давно они мешают уже достаточно ну вот на месяцок да нет ну комиссия сегодня что у нас шестой месяц полгода точно мешают а и погода я поняла много денег ну может говорить то не о чем-то да нет ну и я скажу то что было в прессе это не секрет да то есть в прессе не единожды сплава информации там от 20 миллионов евро там что-то такое ну то есть это как минимум бы хватило на там гуманитарную помощь на отстройку там каких-то разрушенных домов на возмещение какое-то минимальное как это преодолеть но для того чтобы это преодолеть да нужно получить консенсус в парламенте это в первую очередь вы смеетесь при слове консенсус в парламенте потому что эта категория очень нестабильная к сожалению даже несмотря на разы там коалиционное соглашение это такое понятие растяжимое вот ну и прежде всего должна быть политическая воля то есть должно быть желание признать проблему распознать ее признать сказать что мы с ней не справляемся у нас нет на это денег они это и так говорят но кроме того чтобы это заявить нужно еще найти способ как ее решить и вот этот способ он в принципе есть но искать его никто не хочет потому что куй прода здоров кто получит выгоду кто получит выгоду это гуманитарная сфера тут это так не работает что тут не нужно искать выгоду здесь нужно просто реагировать молниеносно да и максимально оперативно вот мы реагируем всего полгода прошло вот ничего полгода поэтому что может сделать украина украина может сделать достаточно много на самом деле в этом аспекте я не говорю что мы вообще ничего не делаем есть какие-то там продвижения да и министерства социальной политики как может насколько она может со своим там огромным бюрократическим аппаратом но не двигаются в сторону то модернизации улучшения оперативности сбу тоже сложно им очень сложно но они пытаются идти на встречу мы сформировали рабочую группу с гражданскими активистами и с правозащитными организациями тоже пытаются прислушаться потому что ну все понимают что если отсюда еще идут и гуманитарщики и я имею ввиду международные гуманитарщики до крупные то тогда ну пиши пропало потому что это миллион триста тысяч человек это не растворится они никуда не денутся напряжение напряжение будет расти уже напряжение есть определенный вообще сам вопрос честно говоря внутренне перемещенных лиц он довольно политизирован потому что никто не может понять что с ними делать их поддерживать или их не поддерживать потому что если с одной стороны ты их поддержишь то у тебя есть скажем так не толерантно настроено население украины которая считает их виноватыми в событиях на донбассе соответственно поддержка в пл означает утрату какой-то определенной лояльности со стороны обычных граждан до с другой стороны не поддержать их это миллион триста тысяч это просто в пл а мы еще не учитываем родственников друзей семью там то есть уже там набегает там может около двух миллионов что же является довольно весомым куском электората им дадут выборные права да они будут голосовать и вот это вот неопределенность она постоянно не дает возможность в такой скажем так где политизированной сфере на первый взгляд как права человека и гуманитарная создавать абсолютно какие-то невероятные барьеры препятствия и вообще ну то есть кто-то население сюда то что это что называется а вот в этом контексте вот люди которые переехали на переселенцы они будут голосовать на местных выборах да они будут голосовать они это есть тоже потенциальные угрозы для там скажем наших политиков что например они могут поддержать представители оппозиционного блока безусловно есть такая угроза безусловно есть такая угроза ну я не то что там да я понимаю чего говорить я сами согласен но в продолжении того что вы да 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 я просто разрушила это что беспокоит ну это действительно воспринимают как наша но с другой стороны почему это угроза потому что те политики за которых мы не хотели бы что они голосовали скажем так да они Они занимаются довольно эффективным популизмом на фоне того, что не происходит в правительстве, в администрации или в каких-то министерствах. Поэтому это угроза, но эту угрозу они создали себе сами. И если бы все было эффективно и хорошо, то угрозы бы не было. Они сами вырылись в яму, потому что сейчас они стоят перед выбором, что с ними делать, с этими ВПЛ-ами. Потому что, да, есть недовольство, у них нет рабочих мест, это один из самых больших вопросов вообще. Ни у кого нет рабочих мест, нет рабочих мест, нет денег, нет возможности оплачивать жилье. Нет возможности оплачивать жилье, выезжаешь на улицу. Слава богу, кто-то там понаходил себе какое-то помещение для жительства, да, есть пункты временного проживания компактного внутренне перемещенных лиц. Но есть и такие, их не один десяток тысяч, которые снимают или арендуют какое-то жилье, которым нужны деньги. И они потратили все свои деньги для того, чтобы выехать и обосноваться где-то в районе вот этой вот контактной линии, деньги закончились, это как замкнутый круг. Переезжать в какой-то другой регион они не хотят или боятся, потому что, опять же, где гарантия, что они там что-то найдут. Поэтому они сидят там мертвым грузом, они повышают, скажем так, градус социальной напряженности с локальными жителями, которые там и были. Но я не говорю, что они там не правы или что это их вопрос. Я просто говорю о том, что вы сказали в самом начале о вызове, да, что это действительно огромный вызов. Потому что я всегда рассматривал проблемы внутренних перемещенных лиц как, знаете, маятник вот определенный. И он сейчас ушел там вот в центр, наклонился там в восток, с востока-запад, север-юг. То есть он перешел с востока на центр, на центральную Украину. Вот это вот перемещение произошло. Да, перемешло. Произошло. Значит, теперь они являются носителями определенной информации. Это лучшее средство коммуникации. Никакое телевидение, никакое радио не сможет обеспечить то, что они смогут передать назад через свой собственный личный опыт. И вот в зависимости от того, какой опыт они здесь получат, позитивный или негативный, как они будут общаться с государственными органами, со службами регистрации, как быстро они получат этот статус, как быстро они дадут работу, жилье, как быстро их обеспечат 1, 2, 3, 4, 5, да, они передадут эту информацию назад. Так или иначе. Не факт, что они сами вернутся. Но как-то оно дойдет. Они же поддерживают связи, правильно, коммуникационные. Конечно. И тогда вот мы должны думать, что они донесут туда. Что этот маятник, когда вернется назад, что он туда принесет? В безопасности ли их дети? Нашли ли они жилье? Не голодают ли они? Есть ли им за что жить? Если нет, то это один вопрос. Если да, это значит, что мы, как Украина, и мы, как граждане Украины, мы их ждем. Мы не считаем их виноваты, мы считаем их такими же гражданами. Мы готовы дать им возможность начать новую жизнь и поддержать их в этом. Если такая информация уйдет назад, то я думаю, что там задумаются. Потому что ту информацию, которую мы получаем оттуда, она, скажем так, довольно тревожна. В отношении не только прав человека, но и вообще обеспечения едой и всем остальным. Но если мы передадим им негативный опыт, то, само собой, они задумаются о другом. То есть хорошо, может все правильно, может нужно поддержать ДНР, ЛНР и другие террористические бандформирования. Поэтому вот этот маятник, да, это невероятно важно. Вот этот вызов для государства, он является вот прямым, прямым вызовом о том, как с ними работать и как работать позитивно. Как им передать этот внутренний позитивный опыт. Но тут есть еще один важный момент. Потому что выехали в основном те, кто инициативны, те, которые могут выехать, у которых был какой-то запас, это какой-то элемент среднего класса, плюс-минус мелкие предприниматели, средние, чуть-чуть разные. То есть вот это тоже как бы какой-то потенциал, который в принципе мог бы быть использован. Абсолютно. Но с другой стороны, учитывая в принципе развитие среднего класса в Украине, то есть это еще один вызов. Да, да, я согласен. Действительно многие жалуются, что по Киеву, да, там очень много машин с номерами АН, и возникают какие-то там абсолютно популистические вопросы, почему они не на фронте, там и все такое. Я согласен с тем, что люди выехали, и нужно дать им возможность опять же здесь реализоваться. Да, там профессионально, финансово, экономически, как угодно. Потому что опять же мне кажется, что вот это очень важная частичка этого опыта. Если они понимают, что они реализовываются и здесь тоже, то для них нет смысла между Западом и Востоком. Там нет больше бандер. Там есть такие же люди, такие же условия, в которых они могут жить. Поэтому толкать их, я извиняюсь, носком в одно место и говорить, давай едь обратно и воюй, потому что из-за тебя война, это немножко недальновидно. Это может быть эмоционально, где-то можно понять других граждан, у которых воюют родственники, дети и еще кто-то. Но вопрос о том, говорим ли мы какими категориями. Мы говорим индивидуалистическими категориями, мы говорим категориями государства в целом, или мы говорим общегуманитарными категориями. Поэтому вопрос действительно непростой, но Украина, еще раз повторюсь, может и должна сделать вот в этом русле, в русле отношения своего личного к внутренне перемещенным лицам немножко больше. Потому что настроения до недавнего времени международных доноров были очень незавидными, скажем так. То есть чуть ли не прямым текстом, неформально они говорили, что мы устали бороться с вот этой вот государственной гидрой. То есть мы не видели ни одной страны, где было бы настолько сложно. Хотя вы как бы разделяете европейские ценности, вы их декларируете, вы за это стояли на Майдане, из-за этого произошла революция. Но как только дело доходит до денег, грубо говоря, или до рейтинга, до репутации, то сразу становится вопрос о том, что возникают какие-то барьеры. Есть другой аспект, конечно, этого. Есть аспект государственной безопасности. Это, в частности, аргументы СБУ. Работая над вот этим порядком, который был принят 16-го числа... Вы сейчас говорите о порядке пересечения пунктов пропуска на другую территорию. Да, абсолютно верно. Мы, как организация, входим в рабочую группу, которая была сформирована при штабе антитерористического центра СБУ. И занимались непосредственно, скажем так, выработкой нового порядка или дополнения к нему. Потому что, когда мы впервые встретились, если мне память не изменяется, в феврале с представителями службы безопасности, и они показали нам то, что они готовят, то у гуманитарных организаций глаза вылезли на лоб, честно говоря. Потому что там попиралось все полностью. Любые какие-то права человека и все остальное. Они это аргументируют позицией национальной безопасности. С одной стороны, я как гражданин Украины это понимаю абсолютно. Я понимаю, там диверсионные разведывательные группы, тракты. И им нужно обеспечить максимальные условия. Но в мире есть практики. Мы не первые и мы, к сожалению, не последние будем, где будут такие ситуации. И как-то мир сумел найти баланс между интересами государства и интересами человека. Что-то в промежутке. Где-то оно может перевешивать в зависимости от ситуации. Но нужно понимать, что нельзя идти в крайности в эти или в крайности в те. До недавнего времени СБУ уходило в очень большую государственную крайность. И, наверное, как службы их можно было понять. Даже до сегодняшнего дня, по состоянию на сегодня, 16 числа принят порядок. И мы с удивлением для себя обнаружили там какие-то новые нормы, которых не было в итоговом варианте, которые утвердили все участники рабочей группы. Например, это, если не память не изменяет, пункт 1.6, который запрещает передвижение через контактную линию громадского транспорта, Приватного, окрім нерегулярных групповых перевезень, про який завчасно поведомлено Центр антитуристической операции. Можно задать простой примитивный вопрос? Это означает ли это, что если раньше люди могли на автобусах пересекать эту линию и могли переезжать в Украину, что-то здесь покупать, получать пенсии и все прочее, То теперь они не могут это делать. И они могут это делать только на легковых автомобилях. Даже на легковых не могут. Даже на легковых не могут. Так о чем их закрыли там, что ли? Ну, я не готов сказать закрыли ли, но так как это написано, это выглядит как блокада. Да, и так как это написано, нам еще предстоит посмотреть, как это будет реализовываться на самом деле. Ну, я знаю уже достаточно, скажем так, авторитетных людей, что были случаи, когда снимали прям с рейса и заставляли идти пешком. Я вам расскажу сразу, сразу расскажу вот вчерашнюю историю, которая вот точно человеку, я ему доверяю, вчера ехал человек, которого я очень хорошо знаю, это женщина, ей 50 лет, она возвращалась домой, она возвращалась к маме, а все автобусы были остановлены на определенном пропускном пункте, людей высадили из автобуса и оставили просто стоять. Вот это так выглядела история вчера, но я подумала, что может быть это какое-то недоразумение. Нет, это недоразумение. Это, к сожалению, недоразумение, это крымский вариант, так называемый, да, то есть ты можешь выехать из Крыма или въехать в Крым, доехав до определенной точки, высадившись с транспорта, пройдя пешком энное количество метров, там даже больше, по-моему, больше километров, если память не изменяет, и ты подходишь к этому контрольному пропускному пункту, проходив все эти процедуры, выходишь, дальше идешь пешочком и только тогда там садишься на какой-то транспорт и продолжаешь движение в сторону уже материковой Украины или назад. Ну, никого не заботят там инвалиды, беременные женщины и все остальное, их не так много, но тем не менее, старики и дети, да, но сам факт. Вот на контактной линии на Донбассе вот сейчас, судя по всему, будет введен именно такой же вариант, именно такой же. И вот это та норма, которую мы не видели в итоговом согласованном тексте вот этого порядка, да, и когда мы спросили, откуда она нам, нам сказали, что нам никто ничем не обязан. Я с этим и не спорю, действительно никто ничем не обязан. Но они должны понимать, что вот, скажем так, помощью, да, вот тем людям занимаемся мы. И СБУ сможет закрыться за большими стенами и дверями, да, и рассказывать, что делайте, что хотите, у нас есть интересы национальные, да. А нам работать с этими людьми и нам давать отчет, опять же, международникам. И нам придется говорить международникам, что происходит что-то, что не должно было происходить. А не должно, ну, вот этого не должно было быть. С другой стороны, я не буду тут полностью критичен. Есть очень хорошие изменения. Расскажите, да. Служба пошла нам навстречу, и за это им отдельное спасибо. Был очень огромный вопрос с детьми. Был невероятный вопрос с детьми, вплоть до того, что до недавнего времени законодательство было выписано так, что если по каким-то причинам на неподконтрольной территории остались дети, чьи родители пропали без вести или были там убиты, да, или еще что-то, то даже в присутствии родных бабушек, дедушек, тет, дядь, брата, сестры, они не могли выехать. Не могли. Вот так вот было выписано. В соответствии с новым порядком, у детей теперь есть реальная возможность покинуть эту зону, да. И там есть две категории детей. Он 16 лет и выше, то есть от 98-98, память не изменяет года рождения, и до 16 лет. Разные процедуры, но они дают возможность реально выезжать. Процедуры приемлемые? Да, да. Эти процедуры приемлемые. Это хорошие, это позитивные изменения. И мы, честно говоря, вздохнули с облегчением, когда мы увидели их в тексте, что они все-таки утверждены. Опять же, сейчас нужно посмотреть, насколько это будет реализовываться. Но мне кажется, что если они уже пошли на то, что они приняли это, то реализовывать они будут соответствующим образом. Есть еще ряд хороших позитивных изменений, которые тоже служба безопасности пошла навстречу. Обязанность любых сотрудников при исполнении иметь документы. Вопросы есть по гуманитарной помощи. Но в целом, скажем так, это сбалансированный довольно документ сейчас, потому что до этого это был кошмар. Но все равно одна норма вот эта, она очень серьезная. И тут сколько бы мы не принимали других норм, которые более-менее облегчают, факт того, что теперь есть пункт 1.6 этого положения, мы с ним нужно что-то делать. И мы ввели разговоры о том, можно ли его как-то изменить или нельзя, но то, что мы услышали, оно не соответствует нашим ожиданиям. И поэтому наша позиция сейчас такая, что вопросы отменить нужно. Да, и оставить то, как было, КПП и пересечения в индивидуальном порядке. То есть сейчас люди даже в индивидуальном порядке не могут пересекать, это должны быть групповые перевозки. Да. А вот уточнение одно. Вот скажите, пожалуйста, вот когда пересекать то, о чем вы сейчас говорите, то есть автобусы доезжают до украинского контрольно-пропастного пункта. Затем эти люди переходят пешком, они доходят до контрольно-пропастного пункта ДНР, я правильно понимаю? Я бы не сказал, что там есть прям контрольно-пропастные пункты ДНР. То есть они со своей стороны никак не... Они есть глубже, ну там, и то они неформальные, скажем так. Но пока вот линию разграничения все-таки обеспечивают наши контрольно-пропускные пункты. А сколько расстояния, ну приблизительно на вскидку, сколько люди должны пройти? Ну, я бы сказал, что это чуть меньше километра может быть. То есть все зависит от контрольно-пропускных пунктов. Еще скажите, пожалуйста, отменили наконец эти пропуска, которые, ну, бумажные, что называется? Да, да, да. И как теперь? Это тоже довольно... Вот если я хочу завтра поехать туда, что я должна сделать для наших зрителей, которым это важно? Значит, если вы есть уже в базе, да, электронной, то вам не нужен бумажный пропуск. Это является достаточно хорошим изменением, точно таким же, как вам не нужен бумажный пропуск на машину, если вы есть в базе, и если эта машина зарегистрирована на вас, грубо говоря, да, там... Ну, техпаспорт. Техпаспорт, права. Но тут включается снова пункт 1.6, который говорит, что сложно с машиной, вы должны только в рамках массового группового передвижения... А куда же машину девать? Ну, никуда не девать, оставить машину. Да ладно, подождите, можно еще одно уточнение? Означает ли это, что если люди, которые здесь жили, как переселенцы, а потом они вдруг решают вернуться туда, вот, например, завтра, и едут обратно на машине, означает ли это, что они должны оставить свою машину здесь и дальше пойти пешком без машины? Извините за вульгарность этого вопроса. Нет, все в порядке, я поддерживаю, когда нужно называть вещи своими именами, но я вам скажу так. Так как это написано, положение, положение есть, да, норма о том, что можно проезжать на машине. Да, но она идет в прямой конфликт с пунктом 1.6. И вот почему я не могу сказать вам точно, потому что прошло сколько? Три дня или два дня, да, там всего. Нам нужно понять, как это реализовываться, будут ли эти нормы конфликтовать. Если они не будут конфликтовать, я смогу вернуться к вам и сказать, нет, фух, все нормально, едут. Но вы уж, пожалуйста, вернитесь, расскажите, потому что, представляете, сколько людей там перед камерами? Да, если они будут конфликтовать, то тогда вопрос... Прощай машина. Ну, не прощай, ее никто не заберет. Ну, просто будет стоять возле контроля пропускного пункта. Просто будет стоять там, как будто глаз радовать. Что еще довольно хорошо? Это что? Что еще довольно хорошо? Это звучит хорошо. Особенно после той фразы, которую мы сейчас закончили. Продолжим про хорошие вещи. Да. Позволили переселенцам вывозить с собой личные вещи. Вплоть до мебели, да, там, детских игрушек. Потому что раньше даже с этим нельзя было ехать. Вот. Ну, сейчас как бы упростили. И они будут выезжать и везти там посуду, утварь какую-то, еще что-то. А обратно они тоже должны будут пешком проходить? Извините, с диванов. Можно просто... По поводу, кстати, обратно... Я, на самом деле, не издеваюсь. Я просто начиняю. Нет, я понимаю, у вас это абсолютно нормальные вопросы. Они очень практичные. И это то, что тревожит, в принципе, любого человека, у которого есть в мыслях туда или сюда передвигаться. Так, вот он хочет выехать вместе с диваном. Ну, условно. Вот как он будет? Смотрите, мы сейчас работаем над тем, что... Если человек... В общем, сейчас, так как... Сейчас готовится редакция проекта закона 2.166, да. Вот сейчас она находится в комитете. Там на обсуждение будет подаваться... Она уже обсудилась, sorry. Подаваться на второе чтение. Редакция подготовлена таким образом, что если у человека есть, изначальная редакция, есть довидка внутренней промещенной особы, да, то если у органа, который ее выдал, есть подозрение о том, что она вернулась, довидку можно скосовать. Так. По объективно предоставленной информации. Мы сейчас работали над тем, чтобы расширить срок, хотя бы вообще дать дефиницию, что такое вернулось, то есть и дать возможность пребывать, пребывание на той территории там около 60 дней, да, 30-30 дней. И увеличить максимально допустимый срок до 90 дней, если мне память не изменяет, могут быть другие цифры. Ну да, уж как виза многоразовая, да? Шанген. Да, абсолютно верно. Но, к сожалению, это так и работает, да. То есть, ну мало ли, бывают разные обстоятельства. У кого-то там мама больная на той территории, у кого-то там дети остались или еще что-то. Как это сейчас происходит, это серая зона, на самом деле. Люди могут возвращаться, безусловно, они это и делают через пропускные пункты, они ездят туда-сюда, туда-сюда. Вот, но по поводу дивана… Ну вы же сказали. По поводу дивана. Смотрите, положительная черта какая? Можно вывезти вещи, вывезти вещи, но надо перейти пешком. Ну вот так? Я рискну сказать, что диван можно с собой забрать туда. Но просто потащить немножко. Только на себе перенести, да? Или попросить… Вот пусть меня извинят, пожалуйста, и переселенцы, потому что… Ну извините, оно реально смешно, если бы не было так грустно, честное слово просто. Ну это на самом деле трагедия, абсолютно серьезно говоря, потому что… Опять же, здесь вот схлестываются интересы государства и интересы гуманистические, скажем так. Потому что с государственной точки зрения понятно, что они хотят обеспечить максимально прозрачное передвижение, чтобы они прям видели, кто переходит, сколько переходит и куда… С чем? Например, с дивана. Да, да. Но с другой стороны, это определенное издевательство над людьми, потому что… Ну не все… Ладно диван, но есть там… Есть личные вещи, которые… Да, я понимаю, я понимаю. Есть личные вещи, которые ты тащишь на себе, там этот рюкзак какой-то или еще, куда тебе просто вещи первой необходимости. Вот. Поэтому я рискну сказать, что можно. И, конечно, можно. Но опять же, вот в связи с вот этим принятием нам нужно хотя бы немножко времени, чтобы наши мониторы, которые вот есть на линии пересечения, они могли отмониторить это и сказать нам, да, соблюдается, нет, не соблюдается. Сколько вам нужно для этого времени? Ну, я думаю, что это неделя, две недели. То есть уже будет… Вы уже приглашены через две недели к нам в студию. Спасибо большое. Пожалуйста, уж расскажите, потому что… Хорошо. Я думаю, что мы сможем отследить просто эту тенденцию и у нас будет очень четкое соображение вообще о том, что происходит там на самом деле и как оно исполняется. Вот. Потому что разговоры с СБУ велись давно. Мы знали о таком настроении, скажем так, службы безопасности. То есть они это постоянно озвучивали. Но мы не видели, что это будет принято в итоговом варианте документа, который мы согласовали. Дмитрий, спасибо вам огромное. У нас в эфире был Дмитрий Наталуха, представитель правозащитной организации «Право на захист». И спасибо вам огромное. И мы сразу же, пользуясь случаем, прямо в эфире приглашаем вас к нам рассказать через пару недель, как там все на самом деле. Спасибо большое. Мы, конечно, желаем, чтобы все это было утряслось и как-то все это было по-чечески. Вы уж извините нас, что смеялись. Точно не смешно. Это вот как истерика. Ну, это просто невероятные какие-то истории. У нас такая же истерика была, когда мы увидели итоговые документы. Знаете, как смех сквозь слез. Потому что ты над этим бился, бился, бился лбом и в итоге ты получаешь. Поэтому, да. Спасибо вам большое, Людмила, за то, что пригласили. Я приду ведь взвятую. Спасибо огромное. Спасибо. И оставайтесь с нами. Это был Кролайф. Спасибо. Спасибо.